Приветствую вас! Мне бы хотелось начать свой ответ с того, что вам предстоит сделать одно важное открытие для себя. Открытие это связано с тем, что у людей могут быть разные взгляды на те вещи, о которых вы пишете. То есть, когда вы говорите, что у человека бывают ошибки, что у человека бывают недостатки, у человека в конце концов случаются какие-то там, да, казусы, моменты смешные и прочее-прочее-прочее, вы совершенно в этом правы, когда говорите так. Но проблема заключается в том, что, во-первых, в вашем сообщении я увидел неуверенность в себе, в вашем сообщении я увидел принижение в себе, в вашем сообщении я увидел недооцененность самой себя, и в вашем сообщении я увидел такую характеристику вашей, как серая мышь. И вот именно потому, что вы ведете себя как серая мышь, именно потому, что вы позиционируете себя как человек, который не сильно умнее проигрывать в уме, чем другие люди, так или иначе, несмотря на то, что вы оправдываете и говорите, что у каждого человека свои недостатки. Вот именно поэтому вас и так вот, к вам так относятся и так вас, как бы над вами смеются и так далее. С чем это связано? В первую очередь связано это с тем, что людям всегда нужно над кем-то смеяться. И смеются люди, как правило, над теми, кто не уверен в себе, по их мнению, кто не такой, как они, по их мнению, кто отличается от них. Вот люди, как правило, смеются над такими людьми. Почему? Потому что такие люди не похожи на других, да, не похожи на общую массу, скажем так. И, соответственно, если эти люди не похожи на общественную массу, то они представляют для других людей, соответственно, или опасность определенного рода, но опасность, как правило, на уровне подсознания. То есть здесь нет четкого сознания того, что человек, не похожий на других людей, чем-то угрожает. То есть такая угроза есть, но это угроза как бы надсоциальная. То есть социальный индивид понять этого не в силах, в принципе. И, вместе с тем, желание возвысить себя, по сравнению с этим человеком, который не такой, как другие, возвысить себя и принизить его. Для чего это делается? Для чего люди принижают других? Ответ достаточно прост. Происходит к тому, что люди чувствуют возмущение и нарушение, когда видят человека, не похожего на них. И они всегда боятся, они всегда не понимают, когда такого человека называют сумасшедшим, глупым, странным и так далее. Это всегда непонимание другого. И нежелание понять другого человека, отсутствие желания понять другого человека приводит к такому вот поведению. То есть не желая понимать другого человека, боясь этого человека на подсознательном уровне так устроено любое социальное общество, так устроена любая социальная среда. Если ты не похож на других, на большинство, то это большинство будет в лучшем случае тебя не замечать, в худшем случае оно будет вести себя так, как это большинство ведет себя с вами. И люди именно поэтому замечают именно ваши ошибки, потому что каждая ошибка ваша это возможность для этих людей доказать и показать себе, в первую очередь себе и своим друзьям, своим сторонникам. Единомышленникам. То, что вы действительно не такая, как они, и что вы хуже. То есть нельзя, вот невозможно для социума, признав, что кто-то не похож на большинство, оценить человека как лучшего. То есть не может быть лучше тот, кто не похож на других, по мнению общества. Потому что если он лучше, то все должны быть как они, как он, тот, кто не похож. А если так, то всем все придется менять. На общество не любят меняться, и за счет большинства оно пытается подавить такого человека. И вот именно, благодаря всем этим законам, благодаря всему этому, к вам относится так вот, как относится на данный момент. И я хотел бы, чтобы вы поняли одну вещь, что, во-первых, не нужно обращать внимание на этих людей. Личность всегда не похожа на других. Индивидуальность, в которой вы являетесь, всегда не похожа на большинство. И индивидуальность всегда приходится отстаивать, потому что общество норовит эту индивидуальность подавить. И если вы действительно хотите отстаивать свою индивидуальность, то есть то, как вы себя ведете, то, как вы одеваетесь, то, как вы выглядите, то, как вы разговариваете, то, как вы проводите свое время и прочее. Это ваше право, и для данного дня работа над неверностью в себе. Чтобы вы учились оценивать себя и свои силы, свою цены не в контексте других людей, которыми движет мода. А в контексте именно своих собственных ценностей, своих собственных принципов. И исходя из этих принципов, двигаться вперед. Не обращайте внимания на таких людей, которые не принимают вас. Потому что у этих людей по сути дела нет выбора. Они смеются над вами не потому что хотят, как именно индивидуальности. Это не их личностный выбор смеяться над вами. Смеяться над вами их заставляет общество, причем любое общество. И это нужно просто понимать. И приняв это как объективную реальность, а не как следствие вашей дефектности, вам будет гораздо легче обстановиться спокойно, с таким тихим, знаете, мудрым спокойствием. Верать на то, как люди через вас пытаются подавить, бороться со своими комплексами. Потому что, когда над человеком смеются, это всегда, если только люди не являются детьми, это всегда, по сути дела, проекция комплекса. То есть, когда люди смеются над вашими ошибками, они высмеивают свои ошибки. Когда люди обсуждают вашу внешность, они обсуждают свою внешность, ну и так далее. Все это проекции. И я рекомендую вам только лишь вот пробуждать неверно со себе. То есть, чтобы не воспринимать всерьез то, как люди к вам относятся. И, собственно говоря, не обращать внимание на них, двигаться своим путем. И те, кто захочет с вами общаться, а для этого вам нужно заниматься своим делом, для этого вам не нужно быть робкой, не нужно бояться. С этим, если есть необходимость, можно будет поработать тоже, чтобы вы не зажимали себя в определенные физки. И те, кто захочет с вами пообщаться, все будут общаться вне зависимости от всех, кто смеются над вами. И надо сказать, что подобное положение, оно даже чем-то хорошо, потому что позволяет отсеять ненужных людей, которые в другом случае, в другой ситуации вам бы только навредили. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...